хари кришна дорогие преданные примите мои поклоны пожалуйста читание чан ртен прабу пожалуйста примите наши смиренные поклоны саасавши правопаде мы с нетерпением ждем общение с вами на этом классе шимадбабхат мы начинаем что мы делаем сейчас но мы еще наверное она должен начинать потому что уже ровно 8 утра поем да давайте споем еще приятный может быть подойдут а а а а а а да а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чао-И ДимаTorzok 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 Эти стопы к кому-нибудь, к какому божеству принадлежат, и преданно они касаются эти стопы, это традиция. Это развивается покорность, смирение, это чувство особое. Причем это чувство, оно закрепляется в этом процессе, потому что связано с Верховным Господом. Но становится стабильным, как бы устойчивым. То есть качество становится стабильным, устойчивым. Потому что кланяясь стопам, касаясь стоп, божеств, мы тоже испытываем некие духовные эмоции глубокие. Эти эмоции нас связывают с Личностью Бога. Все это работает, то есть это не просто ритуал внешний, все это пробуждает нашу внутреннюю энергию преданного служения. Все, что тут описано, то есть относится к реальности духовной. И предлагать не атрибуты поклонения, можно передавать божествам бирлянды, фрукты, какие-то драгоценности для украшения. Атрибуты поклонения, также нужно масло ги необходимым божествам. Много всяких ингредиентов, все это можно также передавать в пуджарию, в храм для божеств. Безвозмездно это делается, это не продается, конечно же, это просто предлагается для поклонения. И возносить молитвы, молитвы божествам. Но в результате, когда эта атмосфера уже складывается, от созерцания божеств, от пуджи, от хиртана, молитвы, естественно, они также возносятся. Он должен смотреть на мир с отрешенностью. Это следующий шаг, более глубокий шаг. Затем, когда мы имеем такой контакт божественный в храме, регулярный, мы затем должны практиковать вот эту внутреннюю вещь, отрешенность, отречение от мира. Но здесь написано, порожденное гунной благости. Здесь мы можем обратиться к Бхагавадгите. Можете найти, это в 18 главе. Сейчас у меня стихи не открыты. Но там описывается, что отрешенность тоже бывает в разных гунах природы. Решимость, отрешенность, знания, счастье, там различные предметы. Описывается, чтобы мы не совершили ошибки на этой платформе. Здесь не говорится, что отрешенность может быть в разных гунах. Только из гуны благости обязательно. И нужно понять, что это за отрешенность. То есть правильная, сатвичная отрешенность. Есть отличение от мира в гуне невержества. Обычно это неприязнь к миру, так выражается. То есть некое такое отторжение этого мира. Неприязнь или даже ненависть. Просто на основании разочарования человек отвлекается от этого мира. Из-за ощущения неудачи в этом мире. Потерпел фиаско человек. Это несколько искусственно обиженная отрешенность. Не является настоящей. И не способствует духовному росту. Никак. Оно укрепляет ложное эго. В результате человек просто развивает гордость отречения, но не само отречение. Отрешенность в гуне страсти. Человек отрекается в надежде на какую-то славу и получить какие-то плоды в будущем. Это временное отречение. Может принять отречение, затем снова вернуться к мирскому образу жизни. Это в гуне страсти отречение. И в гуне благости он это делает для самоосознания, чтобы углубить свое духовное знание. Для саньяси два главных правила. Это чистота и гьяна. Поддерживать высокий уровень чистоты. И углублять свои знания гьяна. Это для саньяси, для отречения. Гьяна в арабье. И видеть единую духовную природу всех живых существ. Это уже вершина совершенства этой практики. Вот в этом стихе описывается вся саданная бахта от начала до конца. Как? Получается, что, может быть, мы застреваем на внешних правилах очень долго. Очень-очень долго. Очень долго. Не развивая отречение в гуне благости. И еще не видя духовную природу всех живых существ. Поэтому здесь в тексте, в переводе, здесь используется слово «должен». Он не должен оставаться на правилах и ритуалах. А должен развивать отречение. То есть необходимость. Иначе практика не будет закончена. Не доведем его до совершенства. Мы останемся просто на религиозном уровне правил предписаний. Есть правила, законы шариата, допустим. Есть также сада на бахте. Есть много-много законов у иудеев. Там одни правила предписания. Там больше, чем правила предписания, не дается. Шариат тоже остановился на правилах предписания. Спильные вещи практически даже запрещены, потому что спонтанное преданное служение не контролируется. Как держать под контролем общества, которое имитирует, скажем, спонтанное преданное служение? У нас был такой опыт в нашем обществе вначале, когда преданные имитировали. Ну, не то, что это было как-то намеренно, но так понимали. Так понимали, в то время преданные, не имея общения должного, что мы уже повторяем сколько мантру. Долго мантру, сколько? Вот уже. Уже первая инициация есть. Мы должны уже быть на трансцендентном уровне. Это так понималось. Всеми так понималось. Потому что у нас не было большого опыта общения со старшими вайшнавами. Мы еще не читали с ним адбагаватом целиком. Мы еще не понимали, насколько это процесс тонкий. Но мы видели, что мы уже год, и если человек получил посвящение, он уже как минимум матхяма, а то и близко уже к утаматикари, потому что он повторяет мантру каждое утро. Так вот упрощенно мы понимали эти вещи. И общество было неконтролируемо по этой причине. Его было очень трудно организовать. Потому что каждый действовал спонтанно. То, что он как понимал, как он слышал в сердце. Иногда казалось, что человек достиг какого-то великого уровня. Иногда казалось, что он падший, хуже собаки. То есть нестабильное было такое, как бы, наше движение. Но в целом, эта вот уверенность, такая самоуверенность, она помогла нам в то время просто распространять движение. Всяком случае, мы распространяли все это знание, будучи уверенными в своей духовной позиции. Позицией. Вот поэтому, когда устанавливается какое-то общество, обычно упор делается не на спонтанное преданное служение, а на правила предписания и организацию. Это шариат, это законы, скажем, иудеев, там законы, их тысячи и миллион, этих книг, Талмуд. Это Ветхий Завет, где там только именно законы. Спонтанное преданное служение мы не можем организовать. Но в Писаниях потом мы узнали, что спонтанное преданное служение не противоречит организации, не противоречит регулирующим принципам и заповедям священных книг никак не противоречит и не отвергает их. И более того, человек, достигший спонтанного уровня, он следует всем правилам предписания, он не нарушает их. То есть его преданность уже не противоречит. Вот это искусство деятельности, когда мы, следуя правилам предписания, выходим за рамки правил предписания, не нарушая правил предписания. Это описано в Багово Двихе. Аджуна, ты душа, то есть ты должен действовать спонтанно и с любви ко мне. Ман-ман-бах-то. Но ты кшатвия, не нарушая правил кшатвия, как ты делаешь. Не нарушая при этом. Варнаши Мадхармы или каких-то социальных устройств. Поэтому не нужно думать, что если мы в пределах в рамках правил предписания организовываем общество, то у нас нет доступа к спонтанному преданному служению. Иногда некоторые отделения в очнавстве критикуют искон, что у нас только правила предписания, только организованная деятельность, которая вокруг денег, крутится и здание, и недвижимость. Что много делаем внешнего, и, конечно, много, да, внешнего делаем, но не развиваем шудо-бахти, как они говорят. Это убеждение достаточно даже прочное, можно в Индии услышать. Не то, что даже критика, а просто спокойная. Спокойный такой вывод, они не враждебны. Ведь если вы хотите развивать свою деятельность, да, и согласно правилам предписаниям, идите в искон. Там много активного служения, деятельности, но если вы хотите развивать преданность, идите, значит, мат. Вот они так понимают. Но Крупада говорил, нет. Это не противоречит одно другому. Не нужно разделять шариат, тарикат, хоккеат. Это было разделено со временем и на разные группы, и сегодня это несовместимо. Шариат не признает другие группы. Другие группы не признают, скажем, шариат. И таким образом дробится движение. Но искусство деятельности, оно означает то и другое. И правила предписания, и также спонтанная преданность. Здесь вознесение молитвы и отречение в гуне благости, благости в знании, да, порождённых гуны благости. И также видеть единую природу всех живых существ. Собственно, это и есть цель всех этих правил предписаний, форм поклонений, ритуалов, обрядов. Это цель — увидеть единую природу всех живых существ, которые объединяются одной сверхдушой. Это как бы результат поклонения должен быть. Самый, как бы, главный. Мы почитаем ещё комментарий. Поклонение божеству в храме входит в число обязанностей преданного. Преданного — это как обязанность. Оно предназначено главным образом для неофитов, но и продвинутые преданные не должны пренебрегать им. Видите, сразу пропадок с этого и начинает. Что и неофиты — это для них предназначено, но и продвинутые преданные не должны этим пренебрегать. Нет противоречий. Нельзя эти вещи противопоставлять. Что ты неофит, иди туда, а я чистый преданный, мне туда не надо. У меня своя секта. У тебя своя секта, у меня своя секта. У нас одно движение, одна практика, один дух. Неофиты, продвинутые преданные, по-разному воспринимают присутствие Господа в храме. Вот в чём разница. Они посещают, но по-разному его воспринимают. Вот как это разделяется. Неофит считает, что арча виграха, скульптурное изображение Господа, отлично от изначальной личности Бога. Думают, что божество в храме олицетворяет верховного Господа, тогда как продвинутые преданные видят в божестве, установленном в храме, верховную личность Бога. Вот с такой разницей. Если это продвинутые преданные, он идёт прямо к Богу. Он непосредственно обращается к божествам. А Неофит думает, что это некое олицетворение или символ присутствия Бога. В его глазах изначальная форма Господа и арча мурти Господа в храме не отлично друг от друга. Это описывает Рупага Свами, возможно, Лаидамадова, или, я не помню, где описывается Новый Вриндавана в Двараке. Как-то читали это писание, там описываются удивительные игры. Когда Сатья Пхама, она испытывает острую разлуку с Кришной. И настолько острая разлука, она не может ничего делать и просит своих служанок принести мурти Кришны, чтобы Сатья Пхама нарядила его, умастила маслами, сандовой пастой, украсила, чтобы она какое-то служение, сапфировая божество Кришны в натуральную величину. И вот из чувства разлуки она просит принести это божество, чтобы совершить поклонение. Это божество приносит саки, устанавливают, и потом они уходят, отключаются. И Сатья Пхама, она в таком экстазе совершает это поклонение. Собственными руками она умощает его сандаловые пасты, украшает. Затем ее служанки отвлекают. Она должна тоже отойти коротко. А Кришна в это время, привлеченный этой любовью с Сатья Пхамой, он из укрытия наблюдал это поклонение весь в нетерпении. И когда Сатья Пхама отлучается, он приказывает своим друзьям убрать это божество и становится на его место. Такую любовь описывает Руба Госвами. Становится на это место и становится как бы этим божеством замирает. Когда Сатья Пхама возвращается, она испытывает как бы духовный шок и говорит, Боже мой, да он же как живой, это же настоящий Кришна. Каким образом божество вдруг ожило? Потому что Кришна начинает дрожать от этих прикосновений Сатья Пхамой. Вот так Алила описывается, что Кришна как бы сам входит в этот момент в божество, когда преданность служит этому божеству. Это Руба Госвами описывает. Вот такой эзотерический момент. Но это для продвинутых Вайшнавов как реальность, для Неофита. Всяком случае Неофит верит, что это олицетворение божества. Как Богу поклоняется божеству. Продвинутый Богу поклоняется, а Неофит как Богу поклоняется божеству. Таким видением обладают преданные, достигшие высшей ступени преданного служения или бхавы и любви к Богу. Неофит же относится к поклонению в храме как к своей повседневной обязанности. То есть человек себя просто хорошо чувствует, когда посещает храм, себя прекрасно чувствует, любит посещать храм, его обязанность становится. Поклонение божеству в храме это составная часть жизни преданного. Каждый день он приходит в храм, чтобы увидеть божество, облаченное в нарядной одежды. С благоговением он касается лотосный стоп Господа и поклоняется ему предлагая фрукты, цветы, вознося молитвы. Однако, чтобы достичь более высоких ступеней преданного служения, преданный должен, опять же слово должен пропад использует. Не знаю, как в английском там, в мэйре, маст используется слово, но в переводе здесь должен. То есть необходимо, если мы хотим продвигаться дальше, то мы должны смотреть на другие живые существа, как на духовные искры, частиц Верховного Господа. То есть в этом тоже должны быть какие-то усилия. Когда слово «должен» используется, не означает, что это просто придет к вам или к нам придет само по себе без всяких усилий и стремлений. Нет, ум должен быть направлен в эту сторону обязательно. Если на божество ум направляется самой формой божества, поклонением, дисциплиной в храме, ум будет направлен на божество. Даже материалист зайдет, и он будет действовать контролируя себя, потому что в храме есть дисциплина и есть обряды различные, они держат ум. То вот в этом случае, когда мы видим живых существ как частичек, тут необходимы личные усилия внутренние адгьяны, умственные усилия. То есть ум нужно направить на вот эту концепцию единства, единой природы жизни. Эти усилия это аскеза в гуне благости называется, направлены на самоосознание и на осознание единой природы всех живых существ. Это есть как раз аскеза благости, аскеза для ума. Есть аскеза речи, есть аскеза тела, есть аскеза ума. Вот человек должен также практиковать аскезу ума, здесь говорится. Не только ходить в храм, но следить за умом. Иначе люди ходят в храм и в храме они просто критикуют, просто оценивают кто как поет, кто как танцует, кто как себя ведет и так далее, ищут какие-то недостатки. ум не направлен, поэтому должен направиться ум вот таким образом, если хочет дальше продвигаться. Он должен выражать почтение каждому живому существу, которое так или иначе связано с господом. Опять же должен выражать почтение, потому что в природе материально этого нет. То есть это делается через определенные усилия. И здесь мы должны почувствовать присутствие Бога уже в сердце у себя. То сначала в божествах можем давить присутствие Бога, или как косвенное присутствие, но какое-то присутствие Бога, образ Бога. Но вот здесь мы можем почувствовать его в собственном сердце. Практика значит углубления сознания Кришны. И поскольку каждое живое существо, являясь неотъемлемой частицей Господа, изначально связано с ним, преданный должен стараться увидеть духовное равенство всех живых существ. Должен стараться увидеть. Стараться означает, что иногда это получается, иногда он забывает, но он снова старается, он практикует это. Храм в этом помогает. В храме мы можем видеть, что все преданные смотрят на божества, все преданные поют, создается общая атмосфера, единая счастье духовного. Можем это единство почувствовать в храме. В Сан-Киртане легко это. При воспевании святых имен это не сложно, правда, в нашем движении это. В храме действительно не сложно. Вот за пределами храма, когда нет Сан-Киртана, если мы там не совершаем Сан-Киртану, это легко забыть. Но если мы в храме совершаем Сан-Киртану, потом за пределами храма совершаем Сан-Киртану, мы будем помнить. Как сказано в Бхагавадгите, пандит, человек, обладающий знанием, не делает различий между ученым Браманом, Шудрой, свиньей. Тут написано про свинью, но в стихе про свинью нет, там швапака, швапака, собака. А тут еще свинья добавлены даже, видите, даже в свинье тоже можно одинаково увидеть. Потому что кто-то скажет, но свинья в этот список можно не уважать. Но тут список расширяется. Собакой и коровой. Браман, Шудра, свинья, собака и корова. Он не обращает внимания на тело, которое является всего лишь внешней оболочкой. Пандита самодаршина. Но это смиренный мудрец говорится, тот, кто обрел это смирение в уме. Он видит не внешнюю оболочку брамана, коровы или свиньи, а духовную искру, частицу Верховного Господа. Тот, кто не способен видеть в каждом живом существе частицу Верховного Господа, называется Прокрита Бахтель, материалистичным преданным. Такой преданный еще не достиг духовного уровня и находится на низшей ступени преданного служения. Это, однако, не мешает ему выражать почтение божеству в храме. Ведь с божеством отношения есть у начинающих преданных сразу же говорится. Это милость особая. Самое милостивое проявление Бога в этом мире это арчеви гроха. Она доступна даже материалистам. Даже материалист задумается о существовании Бога, глядя на божество. Хотя преданный и видит единую духовную природу всех живых существ, он общается далеко не с каждым. Из того, что тигр является частицей Верховного Господа, еще не следует, что мы должны заключать его в объятия, пометуя о его духовной связи с Верховной Личностью Бога. Общаться следует только с теми, кто развил в себе сознание Кришны. То есть видеть равно, общаться избирательно. Из этого списка тут есть Браман, собака, свинья, шудра и корова. С кем мы должны общаться? Давайте выбираем с Браманами и коровами. Больше всего с Браманами и коровами. С преданными обладающими сознанием Кришны нужно поддерживать дружеские отношения и оказывать им особое почтение. Разумеется, другие живые существа также являются частицами Верховного Господа, но поскольку их сознание осквернено соприкосновением с материей и не преображено сознанием Кришны, мы должны ограничить общение с ними. Вишанача Краратит Акур рекомендует избегать близкого общения даже с Вайшнавом, если он обладает дурным нравом. Такому Вайшнаву нужно оказывать должное почтение, но при этом не по возможности держаться в стороне от него. Вайшнава считают каждого, кто признает Вишну верховной личностью Бога. Однако, чтобы стать настоящим Вайшнавом, человек должен развить в себе все лучшее качество полубогов. Кто-то может подумать в этом контексте, что дурным нравом обладают только неофиты. Нет, как раз неофиты себя хорошо ведут. Интересный момент, потому что они под влиянием милости находятся очень сильной. У них энтузиазм и дух служения преобладает над их материальной природой. Они получают такой аванс. И всех неофитов любят, потому что они много служения оказывают, терпеливы, смиренные. То есть они в этот момент как чистые преданные ведут себя. И на неофитах часто держатся целые полдвижения на их служении. А вот уже преданные, которые не такие неофиты, у них проявляется дурной нрав. Это можно сравнить, например, как маленькие дети. Они милые все. То есть они более-менее послушные. как-то можно управлять, заботиться о них. Они любят учиться. То есть как раз с ними не так трудно. Но подростки, которые пробуждаются свой разум, какая-то свабхава, своя природа уже проявляется, с ними трудно. И уже есть укоренившиеся взрослые люди, в невежестве с ними еще труднее оказывается. То есть легче всего как раз воспитывать детей, здоровых детей. И вот неофиты они напоминают таких здоровых детей. У них есть конечно недостатки, но они послушные, они вдохновлены, они любят преданных всех, они еще не критикуют никого. Они принимают наставления от всех старших. А затем, когда пробуждается уже какой-то свой характер, свой разум, свое отношение к сознанию Кришны, свое понимание к сознанию Кришны, начинается дискриминация, развлечения. Человек начинает видеть, что преданный на разных уровнях. И первое, что он начинает делать, это принижать преданных, которые ниже, и возвышать тех, кто выше, создавать культ личности. В гунах начинает действовать. Вот тут он начинает беспокойство причинять серьезное. Поэтому с такими преданными мы можем обсуждать Смадбагава, тампе, киртаны, но в политику вмешиваться вот эти преданы могут создавать сильную политику в движении, что уже имеют опыт, и они могут вам доказать материально, что этот преданное лучше, а этот хуже. И вот какой период правильнее, неправильнее, на этой почве они начинают смуту поднимать. И многие неофиты сбиваются с толку, потому что получают аргументы, подтверждения материальные. Они сбиваются с толку. Вот этих оскорбителей, конечно, от них нужно держаться на расстоянии. И если они, конечно, продолжают переданное служение, с ними продолжают как-то работать над собой, над своим смирением, они могут подняться выше, когда они могут свой язык контролировать, затем ум контролировать, сделать позитивным. Но это уже подвиг. Фактически этот человек уже достоин поклонения становится, достоин почтения, потому что это уже подвиг. Если человек пройдя через такие трудности, критики, оценок различных гонах, и сомнений в движении, в поиске недостатков, все-таки обуздывать свои чувства, это герой. Это настоящий преданный. То есть он прошел это испытание. Поэтому на каком-то этапе, когда преданный попадает в эту критическую атмосферу ума своего, близкое общение не рекомендуется с ним. на программах хорошо, просад вместе хорошо, кришна-кадха вместе обсуждать, бхагавадгид и шамадбхагават, не выходя из контекста, тоже хорошо. Но как только мы спросим его мнение о том, что он думает о том и всем движении, вот тут лучше быть осторожным. Вот такие есть обстоятельства у нас. Чудхар с вами в своих комментариях объясняет смысл слова сатвина, говоря, что оно является синонимом слова тарьена, терпения. Здесь вот слово сатвина, оно описывает терпение. Тут ачарьи, постигшие как бы суть, духовно могут нам объяснить тонкости. Тонкости. не все умещается как бы какое-то понятие в одно слово, потому что слово взаимодействует с другими словами. И тут создается такая сложная духовная тонкая картина, поэтому нужно, конечно же, изучать комментарии. Терпение тут сатвина как терпение используется. Чтобы достичь успеха в преданном служении, необходимо обладать великим терпением. Великим терпением. Нам придется много вытерпеть. Что выбраться из гун матерей природы этой двойственности очень трудно, правда. Мама, моя, дуратья, это трудно. Но терпение поможет нам. Это гарантия. Если мы вытерпим эту трудную полосу критики, неудовлетворенности внутри себя, если мы вытерпим и будем просто продолжать служение, и будем долг испытывать, чтобы смотреть равно на всех живых существ при этом, как здесь описывается, то такой человек достигает совершенства и достоин поклонения полубогов, говорится даже. Мы не должны прекращать преданное служение, только потому, что наши первые попытки оказались неудачными. Несмотря ни на что, нужно продолжать свое служение Господу, Чиларупа Госвами подтверждает, что преданным служением нужно заниматься с энтузиазмом. Если даже плохое настроение, смотрите внимательно, надо понимать это лидером, если даже у вас плохое настроение, вы не имеете права не заниматься преданным служением без энтузиазма. Вы не имеете права без энтузиазма что-то делать. Вот такой контроль чувств требуется от лидеров. Если вы поддаетесь настроению, то нестабильно будет ваша духовная жизнь и нестабильно будет общество. Пропад написал в одном письме, что как достичь порядка обществе. Нужно очистить одного лидера главного, все остальное очистится само по себе. Вот такая ответственность на лидера. т.е. что бы ни было, мы продолжаем терпеливо преданное служение с энтузиазмом, как предписано предыдущими ачариями Рупа Госвами. Терпением и уверенностью в правильности избранного пути. Энтузиазм, терпение и уверенность. Терпение необходимо преданному для того, чтобы у него появилась уверенность. Кришна не отвергнет меня, поскольку я занимаюсь преданным служением. Я же занимаюсь преданным служением, Кришна меня не отвергнет, я должен быть в этом уверен. Он должен, опять слово должен, потому что без этого слова не будет этих шагов мы просто ждать ожидание означает лень это лень это признаками юге когда мы ждем результата повторяя мантру ждем когда результат нам сам по себе придет как как написано это просто лень и гидса должен делать внутренние усилия должен продолжать служить господу в соответствии с правилами шастер и рано или поздно к нему обязательно придет успех например кто-то живет москве кто-то живет на камчатке или владивосток как вы думаете можете тогда человек дойти пешком из москвы до владивостока может может можно посчитать если он будет каждый день идти со своей скоростью человеческой 4 километра в час мы должны взять всю эту цифру сколько там 3000 километров или нет около восьми тысяч километров вот посчитайте вы увидите что за определенное количество времени он может прийти пешком из москвы владивосток если у него будет терпение уверенность энтузиазм всего три качества оказывается это можно сделать даже пешком без самолета без поездов без машин и полгода уходит на это ну что кто-то ходил кто-то ходил бакси марк махарад скажет нам в канаде или не помню в америке он ходил от одного побережья океана к другому побережью океана пешком через всю америку значит от атлантики до тихого океана и обратно и пешком это был энтузиазм терпение и уверенность вот и все и оказывается это возможно но поскольку люди привыкли к комфорту к поездам к машинам хорошей дороги никто пешком сейчас не ходит никто но это возможно ну значит это возможно это расстояние можно преодолеть от материального мира до духовного при помощи энтузиазма терпения и уверенности вот такой комментарий что пропады мы прочитали к этому тексту еще раз прочитаю текст дорогие преданные очень важный конечно текст для нас и комментарии перевод преданный должен регулярно посещать храм созерцать мои изваяния касаться моих лотосных столб предлагать мне атрибуты поклонения и возносить молитвы это слова все должен он должен смотреть на мир с отрешенностью рожденной гунной благости и видеть единую природу духовную всех живых существ от начала до конца в этом стихе описано вся наша сада на бахте какие у нас будут дополнение вопроса обсуждения пожалуйста участвуем спасибо большое это очень интересное представление этого стиха я так понял что вы привели это сравнение москва и владивосток что займет очень много времени чтобы дойти связи с тем что храмовое поклонение это не так не такой быстрый процесс как проповедь или что вы имели ввиду это была иллюстрация терпения терпение уверенности энтузиазма что при практике это возможно можно продлить этот пример не только москва-ладивосток но и москва-луна этого тоже можно достичь оказывается да если иметь энтузиазм терпение и уверенность при помощи технологии также как это делает наука современная она ведь делать такие попытки на ней она не не знают все технологии понимаете просто всего не знаю и знание ограничены но них есть энтузиазм есть уверенность есть терпение там очень скрупулезная работа вот эти три качества помогают им даже такие проект создавать и более того энтузиазм терпение уверенность даже могут нам помочь достичь галоке в арендовании только луны москва-ладивосток это маленький пример всего лишь физический с духовной точки зрения все достижимо при помощи терпения энтузиазма юли и веры то есть в этом примере мы делаем акцент именно на терпение служение в храме в общине а храм это центр общины сердца общины требует от преданных очень большого терпения энтузиазма и решимости до что касается храма вот иногда бывает так что в храм переданы перестают приходить общиной мало приходит людей но это можно понять там работают если храм далеко то они посчитают и не как и храм по утрам но во всяком случае наверное да вот во всяком случае наверно согласитесь со мной лицо храма должны быть воскресные программы должны очень хорошо организован на хорошем уровне там должен экстаз хороший экстаз воскресенье хорошая полноценная насыщенной духовной программы я думаю что согласитесь со мной что это будет лицо храма спасибо у нас здесь присутствует еще вармики пробу может быть вармики пробу может вы что-то скажете на эту тему я так понял что вот эти три фактора они будут сильнее всего нами как бы испытываемые что ли это внешняя энергия именно на эти три фактора будут нас влиять сильно на решимость но туда уверенность на терпение на энтузиазм ну вот у меня может быть вопрос гром хорошо то есть это до конца жизни будет такое да но давление на нас вот эти три фактора будет постоянно на ну как бы проверяться на пока есть материальное тело будут трудности пока есть материальное тело это наш образ жизни терпения до смирения почти это наш образ жизни постоянно тут написано должен 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 быть вот так настроен всегда всю жизнь должен пока есть материальное тело иначе материальное тело но но как как материальная природа уведет нас ведет нас в материальный мир снова ну что тело она также часть материальный мир не только мой инструмент выскользнуть знаете он может выскользнуть есть такие места во вселенной читать бога вот если какой-то предмет инструмент теряете из рук он падает остается невидимым становится невидимым вы теряете его вот что может произойти и то место покинули все живые существа говорится есть такие места во вселенной вы можете пользоваться какими-то предметами вы должны что-то делать но если вы теряете его роняйте из рук он пропадает из виду непригодное для жизни место так может случиться вот с нашей жизнью это тело хороший инструмент если мы теряем над ним как бы вот контроль если мы перестаем держать его давать терпение смирение почтением энтузиазмом мы можем потерять его из виду потерять и мы не сможем дальше работать в этом направлении хорошо можно вот здесь маленько не то чтобы уточнить и а сравнение вот это относительно посещение храмов только по воскресеньям и ну как вы сказали это лицо наше вот для лидеров нужно ли им только по воскресеньям ходить откуда это то есть это тоже теряется вот эта вера энтузиазм и как вы сказали они работают там занятость есть какая-то определенная поэтому не в неделю только по воскресеньям то есть что это я пример вчера такой наблюдал именно варшану и предные ходили которые здесь живут то есть мы приехали на варшану и там обошли по рекламу все спустились и одна супруга предному приносит жарят там горок какой-то общем это масала ему так положила купила видать ему дает на вкусе он так взял посмотрел говорит слушает авторитет на линии авторитет на сейчас вот это вкушать здесь просто ее я рядом сижу на меня спрашивает пробует авторитет на сейчас вот это вкушать я не знаю как вы смотрите на это вот представьте вы находитесь в москве метро и вам дают такую чашу с варшаны просто вот картошку там горошек зеленый да вам говорят вот это с варшаны будет вы будете там задумываться это авторитет на сейчас кушать или не авторитетном то есть можно же предложить и вкусе а можно не предлагать то есть я к тому что может быть вот это заигранность просто мы как бы взрослеем как будто бы и думаю что посещение храмов уже как бы ну не то чтобы не авторитетно но не обязательно только по воскресенье можно ходить ну то есть это на лидеров тоже влияет вот это давление вот этих трех факторов что их тоже ну как бы гасит энтузиазм эту решимость до уверенность и терпение не он здесь точно не могу как бы понять почему такое происходит только по воскресеньям нет это не правило правило каждый день дважды утром и вечером посещать храм это правило но это нужно организовать например это же не везде организована не везде даже и храмы есть вообще поэтому преданные они не ходят в храм потому что храма нет есть храм скажем большом городе до в каком-то месте то с окраины города тоже они каждое утро не могут посещать храм это вопрос как бы организации устроить общину нужно вот ранее когда общество было как бы религиозным то даже в россии я знаю да вот из истории каждая улица улочка в москве улице москве за начиналась храмов заканчивается раунд это было доступно поэтому если кто-то не ходил в храм его презирали просто презирали храм не ходишь ну вообще этого или такого человека презирали презиренный был человек когда он правился работа его все критиковали причем очень остро критиковая храма доступны пожалуйста если ты не ходишь в храм значит ну кто безбожник как на тебя можно положиться да тогда ведь люди основывались на религии вся как бы мораль исходила из этой практики не из документов там из каких-то юридических таких раздутых законов а из религии основа религия было посещение храмов ходить к богу как бы молитва там каяться в грехах очищаться там это нужно было каждый день а если мы так сможем организовать для нашей общины чтобы храм были доступны для всех когда мы скажем да каждый день должны дважды как написано писали мы к этому стремимся либо тогда преданное что делать у них божество дома не устанавливает если у них недоступен храм или нет храма они поклоняются дома допустим я никогда не жил в храме но редко я живу дом у меня дома алтарь я посещаю храм дома так получается до сих пор мы здесь живем в алматы у нас храма нет как таково городе нет не существует вопрос все поклоняются там дома но воскресная программа все вместе собираются это как лицо нашего сознания кришны в общении эта программа где все с энтузиазом приходят там и вот если кто-то не приводит на воскресную даже программа да мы говорим но твое служение но недостаточно недостаточно это служение где-то слишком не приходит на воскресной программ через чур то есть вот такие оценки а правила предписание каждый день дважды быть храме слушать спасибо спасибо вами ки пробу за интересную тему которая была затронута относительно важности посещения храма даже лидерами осушежка пробу может быть у вас есть что добавить по на тему связано с управлением храма с положением храма в общении пожалуйста что-нибудь скажите аре кришна мои поклоны почтительны ну конечно же заинтригован долгом да получается мы должны все таки перейти от восприятия божества как тону чему нужно поклоняться до к тому что божество это все таки сам бог да и когда встреча с божеством становится личной потребностью я думаю всем это интересно да тем более так сегодня хорошо прозвучало что это не просто как бы пожелание нет этот долг все-таки мы должны что-то какое-то особое усилие должно быть что мы не можем не посещать храм ну какой-то у нас потребность потребный и тогда организация с той же становится нашей личной потребностями просто это но было бы хорошо нам организоваться да уже жить не можем без такой организации который бы позволял нам все-таки общаться с божеством регулярно ну вот и тут конечно хотелось бы обсудить ну как сброситься мнениями пожеланиями ресурсами как мы все-таки можем ну во первых каждый из нас лично развить вот эту потребность общаться с божеством то есть вот как правопада пишет в тексте я такие из лекции понял да что божество становится ну живым то есть мы общаемся с божеством вот и находимся в сфере его милости значит на зависимость какая-то от божества то есть у нас вся жизнь предлагается божеству ну как-то жить радостно становится тогда если есть связь с божеством то вся жизнь она очень экстатична и понятно что энтузиазм будет и уверенность и терпение вот я вокруг этого как же все-таки увидеть ощутить что божество все-таки это сам верховный господь вот может быть что начало пробу вы как-то поделитесь своим опытом вот как все-таки этот переход происходит а хорошо я немножко поделюсь как ты пишешь вот происходит кришна говорит в бхагавадгити патрам пушпам палам тоям имен бахтя праячхати вот этот текст если человек предлагает мне листок цветов плод немного воды например да перечисляют какие-то атрибуты ингредиенты с бахти с любовью и преданностью я приму это вот это приму это да что он примет вот что он это примет что имеется ввиду под этим словом вот это есть тот самый переход о котором ты как раз говоришь он принимает если он принимает цветок плод много воды любовь и принимай и и дающего ему так же вот какой процесс происходит вот как это происходит если мы предлагаем с бахти до стимы как водится должен так делать до должен делать такие усилия с бахти это первый долг наш если мы к божеству подходим то наш первый долг вот это бахти выразить как цветок листок плод вот можно взять эти ингредиенты до предметы они подходят подходит чтобы выразить бахти цветок хорошо подходит фрукт ароматный подходит спелый тоже чистая вода подходит тоже листок туласи особенно вот также ну тоже зелень можно с ней туласи какой-то какая-то зелень есть тоже хорошая садвичная шпинат допустим зина там листок можно понять и так но это подходит чтобы выразить любовь потому что это хорошие предметы благоприятные предметы и вот выражаем любовь и тогда происходит вот этот момент перехода принятия господа грим как понять что он принял этот листок или плод а потому что он принимает не только листок и плод они ему не нужны он с любовью принимает вот эту дживу которая это делает вот вот это вот этот самый переход который передать может ощутить реального присутствие бога в божестве вот в этот момент когда господь принимает это подношение вот как обычно предное здесь аргумент приводит цветок взять не проблема лепесток там в воду вообще никакой проблемы но как вот любовь взять чтобы предложить с любовью вот как это и чувство долго сделать но обычно преданные так спрашивают как это же нельзя вот захотеть и с любовью предложить или все-таки можно в чем тут усилия как-то какое-то усилие должно пробуждать любовь но как любовь жену как ну кажется это то что нам не принадлежит вот вот что здесь происходит что за тайна откуда как любовь да как с любовью как вот с любовью цветок не проблема ну а вот как от вас с любовью предложить вот трудность а где любовь взять когда рамануджи ачария по моему это куреш из учеников он пришел в храм когда он ганатху да он пришел и сказал смотри на божество помните да этот момент а и рамануджи стал смотреть на божество и ученику сказать смотри на божество акуреж смотрел на рамануджу в это время он впился глазами в духовно учителя и раману сказал еще раз ему смотри на просто я себе говорю и куреша смотрел на божество и снова взгляд переводил на духовно учителя и тогда Он сказал ему, я смотрю уже на божество Грума Хараш. Я смотрю, потому что я через вас вижу божество. Я смотрю через вас на божество. Например, когда я видел, как мой духовный учитель предлагает огонь божествам в Майяпуре, он приезжает туда. Раньше он приходил, сейчас приезжает на коляске. И он огонь предлагает. Всегда, когда у него есть сила, обязательно приедет в храм, чтобы огонь предложить божествам. И мне дали тоже помочь ему, да, руку мою свою присоединить, вместе с ним вот так вот тоже огонь предлагать божествам. Вот тогда я смог это очень сильно почувствовать через преданного. Очень-очень сильно. Это было, ну, сверхосязательное было впечатление. Вот по милости преданных мы можем, да, вот, как-то какую-то любовь выразить. По милости преданных, бахту, которых есть, бахту в сердце. Я думаю, это вполне возможно каждому из нас. У каждого есть духовный учитель, есть уже опыт. Просто нужно это делать, не забывать это делать, не забывать это чувство. Вот. И этот момент, он, конечно, на меня повлиял очень сильно, той реализации. И с тех пор я тоже, когда предлагаю что-то божествам, я каждое утро в благовонии предлагаю там изображением у себя. Я всегда вспоминаю это вот, это чувство бахти, да, с которым нужно это делать. Всегда оно всплывает, потому что оно было получено из авторитетного источника. Ну, это мой пример, который я привел, может быть. Да, да, спасибо большое. Вот теперь понятно, кажется. Спасибо. Спасибо Вас, Ощешко Прабу, что затронули тоже эту интересную тему, актуальную для преданных. Как совершить этот переворот сознания от долга к спонтанной деятельности, к потребности поклоняться храме. Я вижу, здесь у нас есть поднятая рука Гуру Парампара Прабу. Мы рады очень его приветствовать здесь, на этом классе Шимнах Бабута. Гуру Парампара Прабу, у Вас вопрос или дополнение? Гуру Парампара Прабу, у Вас выключен микрофон. А вот теперь включен, да? Да, теперь включен. Ари Кришна, всем поклоны, Джая Прабхупада. Я извиняюсь, что без видео, потому что я нахожусь в деревне, не так просто здесь у меня это уловить. Но я, знаете, какой момент хотел подчеркнуть. Ну вот я сейчас переболел коронавирусом, но буквально вот только, можно сказать, одной ногой приподнимаюсь с постели. Но вчера я был в храме. Я приезжал в храм, и на протяжении вот этих двух недель, которые все время находился на лечении, я все время своим сознанием находился в нем. И обратил следующий момент, что вчера, как только я туда посетил, то какая-то сила сразу подхватила меня и повела на кухню, чтобы я понюхал газ. Есть ли там утечка или нету. Проверил холодильник, не задевает ли он там розетку одну. Проверил также водопровод. Я увидел сразу три недостатка, то есть моментально. И я обнаружил такую вещь, что вот у меня вот такие отношения с Кришной. Не то, чтобы вот алтарь открылся, и у меня слезы потекли. А вот отношения такие, что он как бы говорит, «Хорошо, Группа Рампара, ты зашел, давай я тебе покажу, что нужно починить, что надо устранить, где надо улучшить. Я знаю, что ты сделаешь это». И вот такие вот отношения меня вполне устраивают с Кришной, хозяйственные, знаете, которые в принципе дают мне некоторую такую уверенность в том, что я на своем месте, что я ему нужен. Каких-то таких сильно залихватских эмоций нету, но вот есть именно вот эта уверенность, что ты на своем, скажем так, месте служения. И вот я к чему это хотел сказать, может быть, Чайтан Чандар, Чарани Махараджу, пока вот есть возможность. Ситуация какая? Вот приходит неофит, и он, например, моментально может покорить лидера там департамента или лидера предного какого-то своим вот этим устремлением помогать. И он помогает здесь, помогает здесь, дает хорошие советы здесь, превосходные дает какие-то практические методы устранения или дополнения в храме каких-то вещей. Что волей-неволей ты раз и сразу ему предаешься. То есть ты вроде бы прожил в храме 30 лет, а предаешься сразу человеку, который всего 2-3 дня приходит в храм. И ты знаешь, что он, конечно, неофит, и ты знаешь, конечно, что он через какое-то время обвинит даже тебя в чем-то. Но вот в этот момент, в это мгновение, как раз ты все равно предаешься этому человеку, все равно принимаешь его. Вот это то ли его дух служения, то ли его знания, то ли, может быть, как проявленное на короткое время, вот эту духовную энергию. Вот почему в этот момент лидер очень легко доверяет себя этому неофиту? Ария Кришна. Да, хороший вопрос. Ну, ты также рассказал о своем преданном служении, то, как ты, да, ну, как ты, какие у тебя отношения с божествами, ты тоже рассказал, и какое твое преданное служение. Тоже было интересно услышать. И вот неофит, неофит. Конечно, наверное, ошибка будет с нашей стороны предаваться неофиту, ну, как ты сказал, предаваться. Ну, может быть, в это время мы верим ему, потому что он в сознании Кришны, мы предаемся Кришне на самом деле. Вот. Мы не делаем его привилегированным человеком, потому что если мы будем ему предаваться именно его лично, да, как его личную заслугу-то, принимать, то мы будем его считать привилегированным человеком, потому что он жертвует деньги, допустим, много трудится, мы начинаем привилегии какие-то ему. Это вот материальная, материальная вещь. Мы должны знать, что сейчас он находится в сознании Кришны, действует как чистый предан. То есть мы предаемся Кришне, видя это. Мы видим, что это милость Кришны, это не его еще заслуга. Поэтому предаваться мы не можем ему. Вот. Мы должны руководить им, знать, что этот человек, когда аванс кончится, у него будет беспомощное состояние, может быть, ему нужна будет большая помощь духовная от нас. Поэтому предаваться он должен как раз Кришне. Он должен предаваться. А мы должны просто принимать его служение для удовлетворения Верховной Личности Бога, Гуру Парампоры. Но не предаваться Неофиту, не делать ему какие-то привилегии. Мы должны знать этот процесс, хорошо изучить. Что аванс кончается, потом человек проявится, когда понадобятся усилия уже его искренние. И вот насколько он сможет эти усилия совершить искренне, развивать смирение, почтение, терпение, когда придут трудности, когда аванс кончится, вот тогда проявится его истинная. положение. А так, как говорится, мы принимаем, мы принимаем и доверяем этим Неофитам, потому что они в это время находятся под длением милости Верховного Господа. И как Прупада говорил, пища, она может испортиться завтра, послезавтра, но сейчас она свежая, мы это принимаем. Мы это принимаем. Ну, примерно такой ответ. Не знаю, один из таких ответов. Ответ. Ну, получается, что вот это вот сокровенное доверие, оно этого Неофита ну, также возвышает очень хорошо. Почему? Ну, потому что он видит, что ему тоже очень сильно доверяют старшие преданные. И, конечно, возможно, где-то его это портит, но где-то, наоборот, только укрепляет и улучшает. И вот в этом месте, ну, что с этим поделаешь? Ну, вот, ну, а как еще к нему относиться? Да, я знаю, что потом будет у него проблема. Да, я знаю, что я же буду виноват в этом. Но в этом мгновении, когда вот он готов всего себя отдавать, то ничего с этим не поделаешь. Приходится вот это делать. Просто доверять ему и таким образом, извините, ну, может, портить его, что ли. В этот момент доверия, он очень важный, Гуру Парампара. Это очень важный момент доверия. Почему? Это важный момент и для Неофита, и для старшего, потому что в этот момент строятся наши духовные отношения, закладываются. Вот это очень важно. Что в этом моменте доверия старший должен стать наставником, близким духовным человеком, наставником, что тогда он не будет его обвинять, он будет как бы обучать этого Неофита дальше. Когда наступит трудная полоса, вера в старшего останется у него, потому что она уже закладывается с самого начала по милости Кришны. Вот тут нужно быть внимательным. Нужно стать наставником за это время, духовным наставником. Если же мы не стали духовным наставником, то Неофит там может потом нас обвинить в каких-то несовершенствах, ошибках и так далее. Но если мы стали духовным наставником, этого не произойдет. Духовным доброжелателем остаться до конца. То есть вести человека не только тогда, когда у него есть энтузиазм, и вера в нас, и предание, но и тогда, когда у него трудности наступают, у нас должна эта способность вести его и в этом случае. Тогда это доверие будет поддерживаться с его стороны. Вот этот момент, он очень ценный, вот этот момент доверия до изначального, чтобы построить вот эту основу духовную. Хорошо? Я правильно понял, Чистани Чанричан Прабу, если, например, у этого предного наступает такой момент, когда он сталкивается с трудностями, то благодаря вот этой доброжелательности старшего предного в этих трудных ситуациях мы тоже становимся квалифицированными, поддержать этого предного и помочь ему преодолеть эти препятствия в духовной жизни. Или здесь какой-то другой механизм, благодаря чему преданный вообще сталкиваясь с трудностями, такой вот начинающий, он может преодолеть в конечном счете вот эти трудности. Трудность, что означает трудность для преданного? Означает, что ему нужна помощь. А к кому он придет за помощью? Вопрос, как вы думаете? Кому доверяет. Кому доверяет и кто отнесется к нему со страданием, с пониманием, верно же? Вот и все. Вот нужно стать таким наставником. Когда не один имеет вот этот энтузиазм, вот это вдохновение, он много служит, много делает. В это время мы должны построить такие отношения с ним. Зрелость лидера, значит, она выражается в том, что, несмотря на вот эти ошибки, несмотря на несовершенство, лидер, он просто обязан питать дружеские дружелюбные чувства к преданным. По сути дела, вот он должен быть таким представителем такого вот зрелого преданного, который в храме находится. Хорошо, я скажу пример незрелого старшего преданного. Пока у неофита есть энтузиазм, он его прославляет. Как только неофит проявляет какие-то недостатки, он его при всех критикует. Это незрелый преданный. Он не умеет вести, значит, человека в преданном служении. А как он прославляет, прославляет и зависит от его пожертвования, либо начинает его критиковать, или вообще забудет про него, или вообще отвергнет его. Вот тут, да, духовная точка зрения такова, что отвержение не существует. Принимаете, принимаете, даже тогда, когда у него трудности, помогаете, делаете все возможное, чтобы не отвергнуть этого человека, а вести его дальше в сознание Кришны. Для этого нужна духовная сила, квалификация. И Кришна нам дает неофитов для того, чтобы мы эти отношения смогли установить правильные, чтобы людям помогать, служить им, развивать их в сознании Кришны, не только когда у них энтузиазм, и все хорошо, но и когда у них трудности тоже, не отвергая и обучая их дальше. А где тогда место строгости? Лидер тоже должен быть. Как раз тут нужна строгость, когда есть доверие, тогда строгость применима. Если нет доверия, строгость оттолкнет. Пока доверие не установлено, мы не можем применять строгие какие-то правила. Люди будут травмированы этой строгостью. Но когда есть доверие, любовь можно очень строго подходить. И человек выдержит это, потому что есть доверие. Спасибо большое за это очень важное дополнение. Леванди Прабу, у вас вопрос. Харе Кришна, преданные, всем поклоны. Да, у меня есть небольшие дополнения, иллюстрации, короткие, и вопрос об одной из тем, которые Читани Чандр вчера поднял. Я вспомнил во время лекции обсуждения, то, что Ивасу Шешко Прабу задавал вопросы, два момента. Один момент, когда Читани Чандр Чарам приводил пример с Атепхамой и Кришной. Я вспомнил, что в Читании Лили, когда божество не просто представитель Бога, а является самой Верховной Личностью, что в Читании Лили есть тоже пример, может быть, я сейчас не вспомню имя этого преданного, кто-то подскажет, когда преданный общался с Господом Читания, и потом он должен был остаться, а Господь Читания с Нейтенандой должны были уйти, и он не хотел их пускать, и тогда Господь Читания сказал, что я оставлю, я останусь здесь форме божества. Гауридас. Гауридас, да-да-да, спасибо. Гауридас. И вот эта история, когда тут же проявился как божество, встал на алтарь, но тогда засомневался Гауридас, и пошел Господь Читания с Нейтенандой. И он сказал, нет-нет, подождите, если ты говоришь, что это одно и то же, что тогда можете вы как раз остаться, а вот они пускай на алтаре божества, пускай идут. И никакой проблемы не было, Господь Читания с Нейтенандой прыгнули на алтарь, а божества с алтаря пошли, ушли. И так продолжалось несколько раз, то есть этот момент также подчеркивает на определенном уровне преданный, он не просто как фотографии или как какому-то атрибуту поклоняется божествам, а может ну как бы реально общаться. Вот. И второй момент, вот то, что Васушешка тоже тему эту поднимал. Я вспомнил, что говорится, что когда мы идем в святое место или едем в святое место, то мы должны обязательно там найти преданного. И с ним общаясь, только можно увидеть, как бы чтобы это все ожило, увидеть. И вот то, что приводили, пример, когда гуру Махарадж предлагает что-то и как-то мы через гуру Махараджа видим, что божества, они неотличны от верховной личности Бога. Таким образом, в общении с преданными, когда мы идем в храм, в принципе, шанс таков, что в общении с преданными мы только можем это увидеть, прямо почувствовать, как-то пробудиться в этот момент. Вот. И пример интересный у нас в этом месяце проходил Абрамотцево, как бы праздник по установлению божеств. Получается, что в конце сентября по солнечному календарю у нас этот праздник 23 сентября, а так это тоже в день Радхаштани, как вот и в Омске божества были установлены и 28 лет преданные вспоминают эти истории, да. И вот я просто отметил, какой момент. что во время Абрамотцево преданные выступали и вот тут получается большая связь возникает. чувствуешь это. И, кстати, интересно было то, что и выступали старшие преданные, там, Анупаум Прабу, там, Вишнупури Прабу, Нитайбаладев, Гахана Прабу, да, рассказывали разные нюансы в этих отношениях. Все это очень быстро оживает, соответственно, общение с преданными важно. И некоторые молодые преданные выступали, ну, прямо с таким большим энтузиазмом, и кто-то делал это очень эмоционально, а кто-то строго прямо ругался, что преданные не приходят там или не видят божества, не служат им, вот, а кто-то очень глубоко делился. и вот таким образом возникает тоже вот эта связь, когда мы вместе, допустим, даже в храме, в святом месте находим общение с чистыми преданными, с преданными, вот, тогда этот момент проявляется, я вот, ну, требуется также подтверждение этому, а вопрос, тогда уже я, извините, пользуюсь тем моментом, что мне слово предоставили, касается воскресной программы, да, вот, читание Чандр чувствуется, много раз говорит об этом, о воскресной программе, что это является лицом и так далее, да, и вот очень важно, ну, я хотел бы понять, какой есть опыт у читания Чандра вчера на других преданных, чтобы это именно так сделать, потому что вы упомянули только момент того, что должно быть хорошо организовано, да, вот, но насколько я также слышал, что иногда эти программы, если просто даже их хорошо организует какая-то группа преданных, ну, несколько человек в хороших отношениях, пускай лидеров, да, через некоторое время возникает у других преданных, которые приходят как просто зрители, да, на эту программу, возникает все равно какие-то разочарования, какие-то проблемы можно видеть, что это не так организовано, тут можно еще как-то организовать и перестают тоже, может быть, ходить. Я вспоминаю, что где-то у московских преданных, ну, я, по крайней мере, слушал от Гасови Махараджа также, что они пытались обсуждать эти темы, чтобы организовать воскресные программы таким образом, чтобы у каждого преданного или у каких-то групп, как минимум, преданных была какая-то ответственность и служение в этот момент, потому что в этот момент вот как раз и происходит какая-то глубина общения с преданными и с божествами, когда есть служение, когда есть какой-то, ну, приказ, как вот сейчас сказано, каждый преданный должен, должен вот так видеть или приходить в храм, да, это как приказ, если даже я просто его выполняю, то со временем я могу почувствовать отношения с божествами, потому что у меня есть приказ, приказ меня всегда поддержит, я не хочу, я не вижу, но я прихожу все равно, вот, потому что бывают и такие периоды, и вот в воскресной программе тоже хотелось бы вот понять, есть ли тут какие-то секреты, нюансы, вот, может быть, подскажете читание Чандарча Рану или другие преданные, как это сделать именно, чтобы это было в атмосфере и правда лицом стало. Харик Кришна. Первое, что могу сказать по поводу организации воскресных программ, это то, что об этом нужно немалое время говорить о важности воскресных программ, раскрывать это в каждой общении. Это может отличаться, как это раскрывается в каждой общении, согласно обстоятельствам в той или иной общении, отношениям в той или иной общении. Но воскресная программа это нечто, что объединяет всю общину. Так я понимаю, воскресная программа. Все приходят на воскресную программу, как-то участвуют. Например, когда мы еще не снимали большие залы, большие залы для воскресных программ, не было храмов, то мы такие программы проводили где-то за городом, в лесу. что в квартире не умещались. И все что-то готовили на такие программы. Каждый преданный что-то готовил и приносил просад и угощали друг друга. Это вот сильный был стимул. Тоже такой спонтанный стимул. Это позволялось. Здесь, в Алма-Ате, воскресные программы, когда проходили на ферме до пандемии, можно было это делать, то все бхакти в рикши, там у них была своя какая-то чередность, своя организация, они помогали на кухне воскресные пиры готовить. Тоже, это всех очень сильно объединяло общину, что им доверяли такое служение, такую помощь. Другие, скажем, там группу Киртана организовывали, специально обучались, готовились к соответственной программе, изучали баджины или что-то еще. Серьезно относились к этому, как провести ее, в каком качестве. Не просто, когда вы приходите, думаете, кто будет петь, кто-то хочет спеть Киртан. Нет, уже есть подготовленные люди, у них есть свои порядок проведения, расписание проведения, и каждый так или иначе участвует в свое время в Киртане или приготовлении прадсады, поклонении божествам. Да, как ты сказал, участвовать в этом процессе. Но первое, что нужно, это говорить о важности и выслушивать предложения общины, которые преданные хотят участвовать, и как они хотят участвовать, услышать, общаться и потом организовывать это. Ну и, конечно же, хорошие лекции, есть хорошие Киртаны, всегда хорошо, всегда вдохновляюще. вот в общих чертах, но вы это все знаете, вы это все знаете. спасибо, Дэванди Прабу, за важный вопрос воскресных программ. Я понимаю, что это очень актуально для всех преданных. Я думаю, что можно будет отдельную тему для очередного класса Шимадбагвата вокруг воскресных программ организовать. интересная тема. Я хотел бы напомнить, что мы сегодня хотели обсудить моменты, связанные с участием общины в управлении храмом. Потому что храм — это общественное место, место, которое связывает всю общину, объединяет общину. И как отстроить этот механизм деятельности храма, потому что поддержание храма и деятельность храма требует участия всей общины. И вот мы хотели также вот эти моменты, как бы сделать на них акцент. Я не знаю, вот я вижу целый ряд поднятых рук. Первый у меня на экране, конечно, Гупишвара Прабу здесь расположен. Я не знаю, если у Гупишвара Прабу есть дополнение или вопрос в этой связи, связанный с этим моментом, то, может быть, тогда Гупишвара Прабу вам слово. Ари Кришна, нормально меня слышно? Да-да, нормально. Так сегодня удивительно получилось, что хотел поблагодарить всех преданных, что надо было делать, но пуджу, у меня в это время выпало. И такая тема нектарная, и прям преданные такие вдохновили на то, чтобы продолжать какое-то поклонение. я хотел мыслями поделиться. тоже, что в последнее время много слышно и GBC, и Шрифа Прабхадо в принципе этого хотел, чтобы у нас была реализована идея единства многообразия. это такая очень сложная тема, фактически очень сложно это обеспечить, но это такая максимальная задача лидера. и как бы в голове у меня так почему-то все время складывается, что община у нас получается это как раз это бескрайнее и безграничное многообразие разных личностей, идей, видений каких-то даже, можно сказать, желаний как-то служить и так далее. И это очень здорово, потому что без свободы Бхакти не живет. это невозможно для Бхакти нужно, чтобы было свободное проявление воли дживы. И с другой стороны храм это место все время, которое так вот получается, что оно как-то должно обеспечивать единство общины, потому что у нас как бы богоцентрическое же общество и какая-то должна быть центральное место, где как раз все как-то собираются, все в чем-то участвуют это получается такой дух санкифтаны. И стих такой тоже был интересный, что как Четанчаныч сказал, что максимальная цель у нас или конечная цель увидеть единство всех живых существ. Но получается, что как-то с этим не очень, потому что это очень высокий уровень. и о чем мысли, что как раз совместное управление к храмам позволяет, как бы помогает на нашем уровне обеспечить вот это единство многообразия. Если один человек или даже два человека, они пытаются как-то управлять этим центральным местом в общине храма и все остальные в этом не участвуют, то получится, что кто-то будет за бортом и количество недовольных будет гораздо больше. Просто это невозможно, чтобы один человек не понял всех или как-то расположился, разобрался, смог понять, что хотят другие. Когда все это делают вместе, совет есть, какая-то группа преданных, они делают это, тогда у нас появляется очень хороший шанс обеспечить как раз единство многообразия. Когда преданные, они все-таки собираясь вместе, они взвешивают какие-то решения, слушают многообразие, эту общину и реализуют это в храме. И это также обеспечивает посещаемость храма, конечно. Это будет обеспечивать посещаемость, потому что пока люди чувствуют свою причастность к чему-то. Им, честно говоря, не очень интересно находиться в этом месте. Они просто будут именно насколько они чувствуют свою причастность, настолько они будут заинтересованы. Вот так они строят. Поэтому, конечно, максимальная задача какая-то обеспечить это единство многообразия. и это очень тяжелый труд. Вообще храм это у нас тема организации. Храм это очень сложное место такое. Там очень много служения организовывать надо, еще мнение предных, встречать предных. Это можно сделать только совместно, когда все в это вкладываются очень серьезно. Это становится целью. И я думаю, что в тот момент, когда эта задача реализуется, как раз то, что говорил Шилапарупада, что мы должны создать дом, в котором может жить каждый, оно будет реализовано. Каждый человек, который придет в такое место, он захочет в нем остаться. Для проповеди это очень необходимо. Это мысли какие-то, которые хотят сказать по теме. Спасибо большое. Вопросов у вас нет? Ясно. Спасибо. Тогда мы отдадим слово Арджуне Кришне Прабуе. У нас также есть еще вопросы в Ютубе и от преданных, которые описываются. Сейчас Арджуна Кришна Прабу что-нибудь скажет. У него есть наверняка чем поделиться. И потом мы также прочитаем что-нибудь из чата. Арджуна Кришна Прабу. Спасибо, что дали слово. Слышно меня? Да, слышно. Хотел по управлению как раз сказать мое глубокое убеждение, что самое главное участие общины в деятельности храма это то, что община должна устроить так, чтобы храм был юридически защищен от различных проблем, которые могут возникнуть. Вот сейчас вот события последние в российском Москве, некоторые об этом говорят, что юридически должна быть собственность исконно защищена. Вот. И это первый момент. И следующий момент, это вот у меня перекликается с тем, что говорил Васушешко про то, что я задавал вопрос, вот как вот эту любовь, как перейти от регулирующей практики к любви. И когда мою кандидатуру обсуждали в совете на должность президента, у нас система такая, мы ввели здесь, что один человек управляет, но я все усилия сейчас прикладываю к тому, чтобы это распространилось на всю общину, это управление охраной, а не один человек что был. И меня преданные попросили написать обязанности президента на основании законов и сон. Я в очередной раз открыл законы ИСКОН и там знаете много всего, например, что президент должен каждый день с твердой верой, решимостью, энтузиазмом посещать всю утреннюю программу, продвигать распространение книг, следить за тем, чтобы поклонение божествам было должным образом, чтобы проходили программы, фестивали и так далее, и так далее. Там много всего. И должен не менее одного раза в неделю участвовать хренами или организовывать ее. И поэтому моя убежденность такая, что для того, чтобы вся община была включена, и чтобы любовь, чтобы вот эта рутинная сада на Бхакти трансформировалась в любовь, надо, чтобы преданные стали президентами храмов. Но в каком плане, я говорю, чтобы каждый преданный принял на себя какую-то очень большую, огромную ответственность. Кто-то, например, отвечал за пуджу в храме, кто-то за проведение лекций, и делал это вечно, вечно. Потому что когда я принял эту ответственность, то столько духовной практики, я, наверное, с 90-х годов не практиковал вообще, столько саданы Бхакти, сколько у меня сейчас есть. Тогда я был президентом в Кургане, и там было 7 дней в неделю саданы. И сейчас, ну, может быть, не 7, но практически 6 точно дней в неделю саданы. Вот такая строгая. И вот мы сейчас наконец-то начали обедами кормить божеств, и тут у меня вот 3 раза уже в неделю. Я понимаю, что если бы я не принял на себя вот эту ответственность год назад, то я так бы и продолжал, живя рядом с храмом, посещать своих божеств дома, и появляться в храме один раз, не знаю, в неделю, для того, чтобы выдать книги Шрилы Парупада. Вот. Поэтому надо, чтобы каждый преданный принял огромную какую-то ответственность. Ну, вот у меня вопрос в связи с управлением храма и в связи с вовлеченностью общины. Вот, Четанчандра, Четанчандра, вы так вообще образно нарисовали вот эту игру сатьябхама, когда поклоняется Кришне, что у меня это просто перед глазами вот эта картина открылась. и я теоретически это знал, но здесь я просто понял, что все наши правила и предписания в храме, они происходят из спонтанной деятельности чистых преданных, таких, как, храма. и вот мы вот эту спонтанную деятельность, она записана в виде правил регулирующих, в виде стандартов поклонения божествам, и мы порой настолько сильно погружаемся в это с таким фанатизмом, что это необходимо, чтобы сахаджи и не был, необходимо следовать этим правилам, но в то же самое время, когда преданные приходят в храм, как вот сделать так, чтобы наши попытки избежать сахаджи и строго вот это следование, они не привели к тому, что энтузиазм приходящих в храм преданных, он будет гаситься вот этим нашим строгим следованием. Как вот достичь? Что вы можете посоветовать? Есть, да, спасибо, Жуна Кришна, есть. А я восхищаюсь твоей саданой, кстати, хотел сказать, спасибо тебе за... Я сам восхищаюсь. Садану, ты будучи грехаской, как бы неврамачарием, делаешь хорошие вещи очень, пример, пример очень хороший подаешь всем здесь. Спасибо за это, да. Есть, есть, конечно, главные вещи какие-то, а мы сейчас говорим об организации храмовой, храмовой организации, воскресных программах нам конкретно хотим вот что-то улучшить. И есть организация, есть участие преданных, то, что Капишвара пропускала очень тоже важно, то, что он сказал, что каждый должен чувствовать причастность к храму, да, неотчужденность, иначе он теряет интерес, если он отчужденность чувствует, присутствует, приходя в храм, что кто-то там служит божеством, кто-то готовит просад, вот я там поют киртан, а я тут вот сбоку припеха просто, да, человек. Поэтому главная вещь сан-киртаной заключается для чего храмы, чтобы вовлечь в киртан всех. Это тоже целая работа, это не просто, вы знаете, такой шоумен выходит на сцену и начинает вас раскручивать на танец, это тоже может быть, но это целая работа, это образование, это всегда напоминать о важности сан-киртана, о воспевании святого имени, иметь реализации, делиться реализациями, выходить на хари-на-амы также, то есть вокруг святого имени мы можем строить храмы, просто организации, конечно, недостаточно, это она помогает, но главная вещь, это именно если мы вовлекли всю общину в киртан воскресный, это успех, успех, потому что всех людей, если приходят сотни людей в храм на программу воскресную, мы не можем все эти сотни людей занять на кухне скажем или по к ним божеством одновременно, часть будет служением заниматься, остальные участвуют в киртане именно, вовлечь в киртан большой, это главная задача, и вот сан-киртана вот это главная наша опора, основа движения, и храм представляется как центр сан-киртана именно, как штаб квартиры, господа читания дома Шривасангом, где воспеваются киртаны, откуда идет распространение, это сан-киртаны и встречаются и воспеваются и божества и потом распространяются повсюду, вот это главная вещь, как бы составляющая, поэтому вот нужно также об этом думать, шире, да, как вовлечь всю общину в сан-киртан, чтобы был интерес все вместе собираться и делать большие вот такие киртаны на воскресных программах. Спасибо большое, Арджана Кришна Прабу, за ваши реализации, за то, что задали этот вопрос. Я вижу здесь рука поднята, также Абхирам Такура Прабу, он один из старших предных вообще в регионе, и он очень давно уже поднял руку, и я, скорее всего, отдам сейчас слово и возможность высказаться именно ему, и потом задам вопрос из чата, потому что прошлый раз у Абхирама Такура не было возможности сказать, он тоже поднимал руку на прошлом по себе Абхирам Я чувствую себя обязанным сейчас это сделать. Я хочу напомнить, что у нас время до осталось примерно чуть больше 15 минут, и, пожалуйста, попробуйте быть лаконичными, и также выскажите все, что вы думаете. Харьи Кришны, дорогие преданные, сейчас я тут кое-что выключу. Да, спасибо большое за предоставленное слово, очень рад видеть многих преданных, которых вот так вот вживую давно уже не видел, вот, не буду перечислять, я всех вас знаю прекрасно, вы мне тоже, наверное. Читаян Чандра, спасибо большое за организацию этой встречи, вот, и важная тема обсуждается, да, и тоже я здесь, ну, как бы при храме комендантом где-то уже 5 лет, да, и тоже есть какие-то наработки, и все, и можно, вот, я записал кучу вопросов, и вот пока я ждал, они так, знаете, так все гладко корректируются, вот, и все свелось к одному вопросу, здесь как бы важный вопрос о воскресных программах поднимался, да, и вот относительно этого вопроса, то есть сейчас у нас воскресные программы проходят отдельно, то есть, ну, за стенами храма, то есть снимается помещение, там проводится воскресная программа, но я считаю, что воскресные программы, они как раз существуют, правопады как раз и организовывают для того, чтобы они проводились именно в храме, в храме, пир любви, вот это вот, когда предные собираются, и как раз наибольшее, когда Господь проявляется, это когда воспеваются святые имена вот именно в этом месте перед божествами, вот, и он проявляется, когда предных много, когда они все вот как бы сосредоточены, они, допустим, вот и оставляют какую-то часть своего служения, собираются в алтарной комнате, проводятся киртан, да, и божество наиболее проявляется в этот момент, вот, сейчас у нас проводятся воскресные программы, снимается помещение, и божества домашние там устанавливаются, но тоже, в принципе, все неплохо, все хорошо, но я считаю, что все вот, как бы, цель-то воскресных программ, это то, что их проводить именно в храме, в храме, да, или, допустим, ну, в крайнем случае мы просто берем наших божеств, вот, допустим, и вывозим, ну, из храмовских божеств вывозим туда на воскресную программу, на то мероприятие, вот, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, это пуджарь, слуги там, и, ну, конечно, много хлопот, но они, я считаю, что они стоят этого, или, или, или направляем все усилия, именно, чтобы сосредоточить все в храме, вот это вот, саму воскресную программу провести в храме, вот, что вы думаете, преданные по этому поводу, хотел послушать вас, Харе Кришна. Спасибо, Абхирам, такой, прочитай, Чанричам, наверное, в первую очередь, вы что-то скажите по этому поводу. Я, ну, да, вся моя идея классическая, лучшее место, это храм для воскресных программ, конечно, просто вопрос чисто технически возникает, да, вместимость храма, вот еще, такая, такая сторона, если придет, скажем, 400 человек, то нужно место предоставить для них, только в этом. Поэтому, да, если вы можете, божества вывозите иногда хотя бы на какие-то воскресные программы или праздники с хорошей пуджей, там, ну, я помню, божества были вывезены на Гауранга Баджин Бэнд в Петербурге, там даже пуджу проводили, вот перед всем, это СКК, спортивно-концертный комплекс, там тысячи, десятки тысяч людей, да, и на сцене были божества, и Кришна Кшетра Парабу, сейчас он с вами, он прям проводил там пуджу божества перед всем вот этим, всей огромной гигантской аудиторией, грандиозной. Там они и проявились, там, да, да, там они проявились, да, то есть такое делали когда-то, все место приручается в храм, да, на какое-то время, да, присутствие божеств, так что, ну, найдите какие-то решения, да, потому что храм маленький в Калиновке для воскресных программ. Ну, может быть, начать проводить именно в храме, пока не заполнится это помещение, вот, до краев, а потом просто... Ну, да, да, если пока так, если там пандемия, мало ли что, если, скажем, мало приходит преданных, то можно начать так. Спасибо большое. Я, с вашего позволения, тогда прочитаю вопрос из чата, потому что нас еще в Ютубе смотрят преданные. Вопрос, читание Чандра Чаран про буквам. Как вы считаете, обязательно ли общение иметь храм? и другая часть вопроса, нужно ли делать ставку на храм в общине или есть что-то более основательное и фундаментальное? Да, да, есть, конечно. Нужно всегда задать себе вопрос, хотим храм, для чего? Для чего? Про паады объясняют, для чего нужны храмы? В Калиюгу у нас не храмовое поклонение доминирует, а санкиртана, да, ягри доминирует, главное, приоритет санкиртана, ягри. Поэтому храм для чего? Как? Вот источник этого настроения должен быть. Это поклонение божествам, вот, причем все подчинено киртану, изучению Шримад Бхагаватам. Это главная вещь. Тогда, тогда храм имеет как бы смысл. Если там только поклонение божествам проводится и недостаточно киртана и изучения Шримад Бхагаватам, то храм пустеет, теряет как бы свое значение настоящее. Поэтому для чего храм? Если вот община знает, да, зачем нужен храм, для чего, тогда храм нужен. Ну, то есть храм, он играет важную роль в развитии общины. То есть община, она должна быть заинтересована в храме. Вот тогда вопрос, для чего он становится очень актуален. Я правильно понял? Да, да, да. Если есть храм в общине, то община считается развивающейся, если там у них есть свой храм. Уже считается, что община, уже есть община, все, который может этот храм поддерживать и так далее. Спасибо большое. У нас есть еще две поднятые руки. Шяма Кунда Прабу, пожалуйста, вам слово. Если вы будете кратки, у нас есть еще Турья Джайде Прабу, и у нас есть примерно 10 минут на два вопроса или два дополнения. Надо погромче, Шяма Кунда Прабу, плохо слышно. Харик Крисна слышно, да? Слышно. Спасибо большое. Может быть, вопрос будет не совсем. Пожалуйста, погромче, Шяма Кунда Прабу. Недостаточно хорошо слышно. Поближе к микрофону. Вопрос касается насчет инвестиции. в городе у нас возникает вопрос инвестиции, что кто-нибудь должен делать первый шаг, потому что там видны последанные инвестиции. Шяма Кунда Прабу, все прерывается и тихо, ничего не слышно. Сейчас слышно, да? Сейчас слышно. вопрос касается насчет инициации. Мы у нас в городе, являясь старшими, преданные, мы видим, когда они служат, занимаются активно служением, вдохновленные, много ответственности берут. И какой-то момент настает, что мы видим, что ему нужно дальше развиваться, может принять обеты. они как бы у них есть тот духовный учитель, в которого они верят, то есть они приняли сердце, мы это видим, и ради них они много делают. Но вот у нас вопрос, нужно ли нам как-то вдохновлять их на инициацию, или сам преданный должен быть готов к этому? То есть он сам должен как-то сказать, что вот ну как-то дальше нужно идти? Или этот процесс сам по себе происходит? Вот в этом вопрос Харе Кришна. Спасибо большое, Шамакуна Прабу. Но не по теме немного вопрос, но вопрос, наверное, важный для вас и актуальный. Штанич Андреевич Прабу, что вы скажете? А где у нас Существо Прабу? У Существо Прабу? Да, пусть он ответит на этот вопрос. Похоже, что он... Меня застали врасплох, да. придется мне каяться, что я прослушал вопрос. Ну, спасибо, Читанич Андреевич Прабу, это меня дисциплинирует. По инициации, вопрос по инициации. Как вот рекомендовать преданных, то есть ждать, пока они сами начнут говорить об этом, что нужна им инициация, или вот как-то их вдохновлять на инициацию. Как вот решать такие вопросы старшему? Ну, тут два встречных движения должно быть. С одной стороны, мы вдохновляем, то есть мы делимся своим опытом, важности инициации, даем сабанху, как мы говорим, да, то есть процесс начинается по-настоящему с принятие дикши и шикши от непосредственного представителя щилы правопады. Но при этом, если мы чувствительны, внимательны, не должно быть никакого давления, никакого внешнего подталкивания. Мы ждем инициативы. По-настоящему дикши – это результат вот этой ученической инициативы. То есть мы вдохновляем это первый потоп, но встречный ждем инициативы, не подталкивая. Обычно так очень гармонично происходит. Я не знаю, ты отвечает на вопрос? Мне кажется, очень лаконично. Сущешка Прабула ответили на этот вопрос. Четвертян Прабула, есть что-то еще по вопросу по этому добавить? Ну, кажется, ясно и предельно, да, с двух сторон как бы есть интерес, правда же? Есть одни, которые стремятся к инициации, они же совершают служение, хотят получить посвящение, уже выбрали даже духовного учителя, говорится. Вера у них есть, стремление с их стороны естественно должно быть. Есть также интерес и поощрение со стороны старших, радость, что человек принимает предельщика духовного учителя. Эти вещи имеют свои взаимоотношения, два интереса. Да, ничего искусственного, ничего, никакого насилия, все происходит естественно, правильно. Спасибо большое. Туряджайадев, Прабу, Вам слово, какой у Вас вопрос или дополнение. Также рассчитывайте время, у нас остается семь минут до конца встречи. Пожалуйста, Вам слово. Спасибо большое, Манибанха, Прабу, Аликришна, обремяете поклону, дорогой Гуру Махараджи, дорогие бедные. У меня очень короткий вопрос, звучит он так. Должен ли совет Ятры участвовать в управлении храмом? Совет Ятры должен ли участвовать в управлении храмом? Есть исполнительный совет, который выполняет какие-то уже резолюции, задачи. А есть совет храма, который регулирует взаимоотношения. Вот разделить эти две вещи. Обычно они не вмешиваются, не мешают друг другу, как бы дополняют друг друга. Есть рабочий совет храма, который выполняет определенные задачи. Например, организация воскресных программ, пахтишастры в храме, что еще? Пуджа, конечно же, он все управляет этим процессом постоянно. Находит финансы, книги распространяются, бухгалтерия считает, все это есть. Кухня в храме. Это рабочий совет, который всегда этим занят. Комендант храма, казначей храма, президент храма. Вот они вместе, лидер Санкиртена, который в храме тоже, конечно же, участвует в этой жизни храма. Вот они решают все эти вопросы. А совет храма расширенный, такой еще, если у вас есть, то он не занимается этими вопросами. Он регулирует взаимоотношения в ядре, в самом совете, в управлении и так далее. То есть у них есть свои задачи. Он может давать советы какие-то по поводу управления. Скажем, управление, например, слишком жесткое, что преданно чувствует себя не очень комфортно при таком управлении. Совет может поправить это все, откорректировать. Или наоборот, недостаточно твердости в управлении, дисциплина плохая, то же самое. То есть обратная связь от совета идет, что там вообще не происходит. Расхолаженность такая, пренебрегают чем-то. Вот такая регуляция взаимоотношений. То есть нельзя вот эти функции их смешивать, потому что часто я наблюдаю за такой ситуацией, когда вот эти две функции, с одной стороны какие-то административные функции, а с другой стороны духовные функции, они представлены в лице скажем одного человека или группы людей. Но мы не должны смешивать эти вещи или все же допустимо смешание. Ну что только одна и та же группа или один и тот же человек две эти функции в себе. Смешение означает кали-югу, а сотрудничество означает сати-югу. То есть когда мы смешиваем эти понятия, вот как-то это кали-юга будет. что все каяски будут, они и менеджеры, и проповедники, и чиновники, и казначеи, и все на свете в одном человеке. Все хочет контролировать человек. Это смешение получается. а здесь сотрудничество у каждого есть своя чистая роль, полная ответственность и квалификации, и между ними есть сотрудничество, взаимодействие. Это сати-юга, это хорошо. Поэтому вот эти два класса, совещательный орган какой-то, консультативный орган в управлении есть, есть исполнительный орган в управлении. Им нужно сотрудничество. Это самая главная задача сейчас в организации. Спасибо за этот нюанс читания Чандра Чандрабху. И у нас есть еще одна поднятая рука Адвайта Чандра Прабху. Мы тоже рады вас видеть здесь на этом классе Шим Адбхагватам. Надеемся, ваше здоровье идет на поправку. У вас есть буквально две минуты, чтобы сформулировать вопрос или поделиться своим мнением на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Доброе утро, дорогие преданные Харе Кришна. Большое вам спасибо за молитву и поддержку. Я также хотел сказать, что буквально два часа у меня волосы стоят дыбом во всем теле, потому что такая замечательная тема. И самое интересное, что все, что сейчас обсуждается, пемская пхина, пемская ядра, она прошла на своем опыте. Буквально у нас 10 лет не было центра, 10 лет не было храма, богослава были на квартире. С 2007 года они туда переехали. В 2017 году организовался совет, а в 2018 году, 28 августа уже открылся храм. Вот первые усилия преданных, которые были в совете на тот момент под руководством Титани, Центра Тирана в Табу, банки в Табу, вот эти усилия были как раз приложены именно для того, чтобы появился центр, в котором находятся божества. И вот это сыграло очень большую роль для объединения всех преданных ягодов. Потому что на тот момент задействовали группу преданных, у них не было точек соприкосновения друг к другу. Но когда появился храм, когда появились божества в храме, то сейчас просто можно видеть, как снежок, который падает с большой горы, это как лавина. Сейчас все больше и больше вовлекается в это 14 поваров, больше 10 пуджарев, 15 человек принимают участие на полы. Это только такие простые функции, не считая всех остальных. Сейчас появился совет менеджеров 14 направлений, 14 менеджеров, службы. Я просто хочу сказать, что со стороны наблюдая за этим процессом, который происходит, движение Сан-Кирпена начинает вставать на ноги, как оно юридически крепнет в городе Терми, как оно выходит за рамки храма, приносит удивительные плоды. Допустим, сейчас на новую программу для новых людей, которая проходит храме с Дерган Ветером пришли 16 человек, и они все пришли, все, с высшим образованием, и все очень нравится Кришна, очень нравятся программы, прямая проповедь. Это очень здорово. Я просто хочу сказать, что все, что мы сейчас говорили, в Терми мы пытались это сделать, и что-то получилось из этого, как раз было под руководством Терми Чандра Террана, по-моему, очень много усилий нам удалось это привить в Терми. И это все работает. Поэтому, пожалуйста, дорогие Терми, отнеситесь серьезно, потому что сегодня сейчас оплодалось, и если получится что-то сделать, я думаю, это и будет нашим успехом, объединением стандартам, позитивом позитивом и восемь. Эри Кришна, мой вам поклонник. Спасибо, Адвайта Чандру Прабу, за важное дополнение. У нас есть еще одна поднятая рука, но наше время, к сожалению, уже истекло. Может быть, Вишнуприя Прабу, может, вы запишите ваш вопрос, и мы постараемся, может, его как-то учесть в следующих классах Шимат Багута. А сейчас я хотел подвести некоторый итог сегодняшней встречи, поблагодарить его милость читания Чандры Чандры Чандра Прабу за то, что он так интересно представил и актуально представил эту тему, жизнь храма в общине и как община может развиваться благодаря именно участию в храмовой жизни. И, конечно же, вот эта причастность и это чувство доверия, оно формируется именно благодаря должному управлению, потому что храм, он требует очень большой организации. И если лидеры общины, они достаточно опытные, то они могут создать необходимую атмосферу и необходимое понимание в общине преданных, понимание вместо храма и их участие в жизни храма. И вот это важная роль лидеров вообще общин. И вот наша тема, которую мы сегодня обсуждали, это храм, управление храмом и участие общины в храме. Большое спасибо всем преданным за участие в обсуждении этого вопроса. Мы будем ждать вас всех на следующие классы Баблатан. Читание Чандра Чандрабу, большое им спасибо, что вы этот вклад сделали, разъяснили очень многие моменты, касающиеся развития наших храмов и наших храмов. Хочу поблагодарить Адвайта Чандру Прабу, который невольно сделал такой экстатичный отчет в радости, что я вдохновлен очень его речью, что так много хорошего происходит в Перми, долгие годы преданные терпели ситуацию трудную. А теперь настоящий прорыв духовный. Огромное спасибо за эту организацию, за это служение. Наверное, все преданные знают, что здоровье нужно поддерживать. Адвайта Чандре мы будем молиться за него, чтобы он восстановился в своей физической форме. Духовная форма у него хорошая, то, что мы слышали, он в хорошей духовной форме. также будем молиться, чтобы он физическую форму восстановил для того, чтобы продолжать свое служение. И, конечно, всем, кто присутствует, огромное спасибо. Я чувствую в вас энтузиазм, о котором мы сегодня говорили, интерес глубокий к этой теме, чтобы улучшать нашу организацию, храмы, Санкиртану. Вот так оно и происходит. В ваших глазах есть вера и любовь к Шилиппавупаде. Меня это вдохновляет, поэтому я огромную пользу получаю, общаясь с преданными такого уровня высокой ответственности, как вы. Мои поклоны вам за ваше служение, конечно, и благодарность. И, конечно, желаю всем успехов продолжать эту миссию и быть счастливыми и других делать счастливыми тоже. Ладно. Ари Кришна. Ари Кришна. Его милостей